А есть ли смысл вообще, ну вот мы много раз говорили о том, что Минские соглашения уже себя изжили. Верно ли это на сию минуту, что они уже не нужны, Минские соглашения? И в чем задача ТКГ, если Минские уже не актуальны? Я считаю, что как раз сегодня Минские актуальнее, чем когда-либо. Потому что если в 2014 году они действительно несли нам угрозу с этим особым статусом, то сегодня, после децентрализации, они такой угрозы нам не несут. Но в них обозначена роль России, как члены трехсторонней контактной группы и стороны конфликта. По сути, я уже ссылался на первый протокол, где двухстороннее прекращение огня и зоны безопасности в приграничных районах Украины и России. В них четко обозначена роль представителей ОРДО. И нам нужно просто придерживаться, скажем, вот этих тек-текста Минских соглашений. И тогда, если мы сможем заставить Россию признать себя стороной конфликта, мы сможем решать действительно вопросы. Мы сможем заставить ее говорить и отвечать за свои действия. В этом, я считаю, главная роль Минских соглашений. То есть мы должны перестать смотреть на Минские соглашения, как на Дороговказ, как на дорожную карту к миру. Это не так. Они не являются таким документом. Они изначально задумывались Россией не так. И Европой тоже, кстати. И Украиной, я надеюсь, тоже. Это инструмент влияния на противника. Вот Россия влияет на нас. Мы точно так же должны использовать этот инструмент для влияния, ослабления нашего противника. На сегодняшний день они работают эффективно в этом смысле. Россия продолжает из-за невыполнения Минских соглашений получать санкции. Россия показывает всему миру, скажем, нежелание свое выполнять Минские соглашения. Поскольку она отрицает вообще участие свое в конфликте. То есть они сегодня работают. Нам не выгодно выходить из Минских на сегодня. Я считаю, что если мы сейчас начнем выходить из Минских, это будет диверсия просто против Украины. По крайней мере, пока у нас нет другого механизма, а его я думаю, что Россия просто не захочет создавать. Потому что она уже попала, скажем, в эту неприятную ситуацию для себя. Знаете, Минские соглашения не так писались, когда... Ну, я еще раз напомню, да, это были военные поражения. И Минск-1, и Минск-2. Ну, подулом Градов писались. Да. Тогда в чем... Украина, скажем, я думаю, опять же, подписывала для того, чтобы остановить наступление россиян. И это понятно. И я не осуждаю здесь Порошенко ни в коем случае. Запад подписывал для того, чтобы тоже остановить наступление россиян. И загнать Украину в решение дипломатическим путем вопроса. Потому что до этого, мы помним, мы освобождали нашу территорию военным путем. Западу это невыгодно было. Потому что это могли быть беженцы. А вспомните, на 14-й год вопрос беженцев очень актуально стоял. 14-15-й год в Европе. Беженцев из Ближнего Востока. Еще получить с Украины, это была катастрофа для Запада. А Россия тогда особо не вчитывалась. Она думала, что хохлы слабые, додавят. Проблема началась тогда, когда хохлы говорят, но не выполняют так, как хочет Россия. А начинают читать, искать, скажем, возможности. Поднимают вопрос, в первую очередь, о безопасности, а не политики. Запад вдруг привязывает санкции к минским соглашениям. И у России не получается додавить. И, скажем, вот этот механизм начинает работать против России. Но раньше мы просто его очень-очень-очень почему-то пассивно использовали. Сейчас мы его используем более активно. Поэтому я считаю, что Минск пока нет другого инструмента, должен работать. Будет другой инструмент, если он будет, тогда нужно смотреть конкретно, скажем так, на возможности.